всем доброе белорусское утро я собираюсь на работу и будет гроза я еще выходила были такие облака непонятные и только наш комнате закрыл окно на кухне осталось открыто на балконе осталось открыто надеюсь нас не зальет всем привет всем привет я уже в рабочей одежде легенса целую кучу пакетов и еду на работу пожелайте мне удачи и рабочий день урок все моя дочь написала мне с утра мамочка все тебе получится думаю как я ходила на мебель работать никто не не желал а тут так немножко стрессово да все таки стрессово вся испанская моя жизнь это перед глазами до пролетела как я кайфовала и балдела все эти три года так пересмотрела кадр что не видно моих легенцев все покупала марк формой легенцы и кроссовки помыла чистенькие к работе готова вообще конечно это будет мира чтоб не опознать на работу не так постел расставим два раза 1136 посмотрела автобус а он 1032 я стою это автобусом я так и думал что на маршрутке ехать так же без 15 11 бегут на работу стать полдевятого и опоздать на работу это такая может очень не опоздала но автобус свой проворонила ну что первому рабочий день прошел вот так пол дня вначале было страшно но вот минут рассказывать дома я пришел на обед вчера запекала эту скумбрию обалденно вкус вкусно скумбрия получилось я никогда такой вкусной рыбы не ела просто вот в приправах я замариновала картошку запекла это так вкусно приятного аппетита у меня и огурчик зала огурчик хлебушек буду вкусненько обедать всем приятного аппетита всем привет всем привет вот наступило второе утро всех поздравляю соседством праздником троицы стою в уже церкви до церкви так и не дошла что так вчера устала я не могла уснуть до двух часов ночи представляете из-за переутомления из-за того что у меня гудели ноги из-за того что моя психика не понимала что происходит я уже выпила успокоительная тогда только заснула а легла где-то в пол первого я в кровать и час лежала ворочалась не могла уснуть думала схожу в церковь то нет девять часов проснулась потихоньку собралась вот еду на работу ну как сказать все у меня получилось я боялась что может у меня что не получится по кассе первый час меня там чуть-чуть подучили потом я уже работала и хорошо кассу закрыла то есть без минусов слава богу вот так что надеюсь что я тоже хорошо отработаю еще раз всех поздравляю со светлым праздником троицы да желаю мира и добра вашему дому стою жду маршрут на автобусе опять не пришла вовремя скажем так да и что и вчера светило много знакомых на все были рады мне бить и даже один мальчик узнал что я блогер что у меня есть блог я не знаю было приятно было приятно да что люди меня узнают но это последовало ожидать что многие смотрят меня на моем районе поэтому поэтому где-то про мой блог уже знают и у меня посохли подушечки пальцев за то что постоянно смачивать пальцы чтобы взять пакетик видите не знаю на той руке то же самое есть фокус нету фокуса хоть ты в резиновых перчатках работой чтобы козы не крестилось это моя маршрутка пожелайте мне успешного рабочего дня всем доброе утро недельника я уже помыла волосы у нас вот такая погода за окном серые вныл поэтому я позволил себе поспать до пол одиннадцатого представляете так и моя доченька юленька приготовила нам обладает вкусный омлет омлет помидорка я вчера купил такую помазку в магазине знаете да сырная помазка со вкусом ветчины будут еще бутербродики бананы всем приятного аппетита так а сейчас мы будем делать десерт здоровый десерт отгадайте что здесь составе пишите комментарий распаренная гречка на ночь залила юля гречку зеленая гречка до финики какао что еще детский орех кокосовое масло будет делать конфеты вот такие натуральные зож детические здоровые конфеты включай аюля купила себе этот блендер новый пробуем ну и она же его право включать что-то пошло не то что юля несколько раз уже помиксовала последний раз включает она просто прилипает по стенкам юля каждый раз брала ложку и все это дело мешало чтоб чтоб она вот так такую массу превратилась такой типа наподобие а-ля картошка нет фида пирожная типа так она будет здоровая вкуснота а я тем временем привелась уже предок выпрямила волосы делал легкий макияж на все для любимого зрителя соскучилась по вам а вы по мне что я поставила стирку как всегда сегодня я проснулась пол девятого режим сработал да но чувствую хочу еще спать я залезла в инстаграм на youtube все посмотрела пересмотрела 20 минут было в телефоне ну закрой глаза полежу еще и уснула то что такая погода ведь все ревнуло за окном дождь я уснула до десяти сорока шести проснулась где-то может там в девять десять я заснула уже сосед снизу начал орать кричать разбудил меня и юля начал блин телефон она тоже проснулась и лежала в телефоне вот и таким образом я смогла отдохнуть до выспалась что я думала что днем прилягу но получилось что с утра поспала вот до 11 часов был у нас сегодня поздний такой завтрак я приготовил омлет потом я съела еще булку зачем я ела вздулся живот кстати вчера на ночь вот вот единственный минус этой работы что до 11 вечера да я прихожу поздно и получается в первый вечер я съела пудинг такой десерт творожный и немного черники а вчера уже я знаю уставшая все пришла и уже ела все что видела доела окрошку который три дня естественно там вот эти уже все она она не воняла нет не было запаха но все равно что же не свежая что там живу это процесс брожение запустился на кефире тем более она там получается что он колбаса огурец да я крыши наелась на часов ночи на последнюю порцию доел как сдулся у меня живут думаю вот ира вот дал такую нагрузку на свой желудок вот где где ум где вообще разум этого человека я выпила это там и прозвол фермент средства и легла спать нормально живот не болел все хорошо но на ночь не стоит вот так наедаться мне конечно надо что-то придумать у меня обед получается где-то с трех до четырех я обедаю как бы рановато я может буду проситься ходить на обед в пол четвертого до пол пятого да ну плотненько так пообедать и чтоб уже вечером знаете приходить домой и не ужинать вот юля как мне говорила в первый день придешь домой воды попьешь и все это все и спать ляжь а все равно знаете после работы мне я когда работал до десяти лучше до десяти да вот приходит домой еще можно покушать и лечь спать в час до что там хоть как-то утряслось и а я прихожу получается пол двенадцатого где-то там 11 25 как получается пока там разделся то все ну чтобы снять стресс все равно хочется что-то перекусить а уже нельзя уже все как лучше за этот ужина дать врагу так наверное будет потому что нагрузка идет на желудок сразу же у меня идет вздутие живота на ночь глядя вот так наестся лечь спать не непорядок надо что-то с этим делать стану можно эту сторону лучше будет что-то там темновато в углу цвета нет я уже все сключила в комнате просто расскажу о своих впечатлениях за эти два рабочих дня но хочу сказать что я позволила себе наконец-то заблокировать всех своих хейтеров вот ну просто ну люди ну имейте совесть то есть я понимаю что вам хочется сходить в туалет на мой канал вам нигде свою там злость и ненависть выбрасывать выкидывать ну вот я смотрю одну девочку которая переехала не знаю куда не в норвегию где-то там в скандинавской стране живет она тоже не работает я постоянно хейтит за это муж ее содержит она говорит такое счастье что я узнала что можно блокировать хейтеров но это такая была ирония как бы понятно что мы это все знаем я хотела быть добрая пушистая опять же вот это удобная да и для своих зрителей чтобы всем было удобно смотреть мой канал высказываться опять же поставил катю ваню они говорят ну вы пришли на наш канал сходить в туалет сделать там свои дела да гадости свои написали оставили свое вот это вот естественно другие люди это читают и если ты как блогер на это не реагируешь то понятно думать что такое что-то нездоровое что за фигня такая почему ты там ну типа не отвечаешь и поэтому проще всего удалять эти комментарии ну зачем зачем другим людям вот это читать опять же этот негатив просто мало того что я читаю этот негатив впитывает так еще другие люди тоже там смотрят видят тоже это читают поэтому поэтому со вчерашнего дня должны раз с субботы я заблокировал людей думаю не так эти невесом той работе надо на работу ходить а тут еще вот эти вот гадости читать нет все ребятки закончилось один только позитив нет но вы можете какую-то критику писать не без этого но если это будет как-то вот я буду уже сама чувствовать если мне будет что неприятно я таких людей буду блокировать и естественно я заблокировал тех людей которые постоянно какие-то пишут такие гадости я их заблокировала мне стало легче про работу мне мне все нравится ну единственное что надо привыкнуть конечно же это работа это работаешь по сути так конвейер потому что сейчас людей стало больше в магазине там сделал ремонт и поэтому люди идут конвейером да и вот это моя рука бесконечно в работе хорошо что я начал это пить таблетки кстати сейчас надо поехать купить омега-3 я уже пью субботу все-таки детролекс начала его принимать вот это сейчас поехать в город по делам об этом я расскажу в другом своем видео сейчас просто вот уже час дня я поставила стирку сейчас быстренько вам расскажу про свои вот эти дела я смонтирую видео и поеду в город да так вот все хорошо работу я знаю то есть я уже говорила что в субботу в первый час мне надо было вспомнить я еще найти мозг я не хотел особо работать с коллективом не повезло слава богу все хорошие все адекватные все понимающие все добрые конечно у каждого может быть какой-то там характер там или день не сдался но принципе все люди очень добрые и стараются поддерживать такую дружескую обстановку на рабочем месте поэтому я очень довольна надеюсь что я год смогу отработать то есть год на год я подписала контракт там ставили ставки сколько я отработаю даже я сейчас думаю ближайшие погоды я реально не собираюсь ни с кем знакомиться ну вот реально то есть я буду работать мне надо сделать ремонт хоть какой и уже потом не хоть какой хороший красивый не надо так себя программировать я хочу сделать хороший ремонт да поэтому год я точно буду там работать и уже где-то после нового года начну знакомиться получится мне с кем-то познакомиться получится мне куда-то уехать хорошо но я думаю что как-то ближайшие два года наверное не получится никуда уехать но опять же установка не ставим установку и в этот раз я решила поискать себе уже мужа в северных странах вот почему-то вот так на ирландия даже англия вот исландия швеция вот так я всегда хотела жить возле солнца дала в тепле не ну конечно и и там есть хорошие люди но что-то вот думаю не зря же я пошла на тот английский не зря же я его как-то не хоть немного подтянула да я думаю что вот в этом направлении мне тоже надо двигаться испанский как бы я уже владею испанским а у меня еще школе был английский второй язык поэтому поэтому надо еще попробовать там вот я уже даже стою в том направлении я себя раньше стояла вот так вот в эту сторону смотрела вот сюда где обрезка крепость если я думал что вот там у меня будет мужчина вот я в это верила а сейчас я уже стала вот в эту сторону на там где север на и в надежде что сейчас я уже в третий раз там обрету свое счастье тем временем шел 25 час юля лепила конфет горит что будет очень вкусно я верю ведь такое количество шариков налепила по одной конфетик день даю ли не больше вот такая красота вкусно то получается поэтому поэтому мне все нравится вот я до 11 отработала два дня у меня выходных детства что меня будет ревизия в 7 часов надо пойти ну раз в год ревизия просто так попало что я устраиваюсь и в магазине ревизия да поэтому это сегодня еще пойти поработать но слава богу у меня выходной они рабочие потому что скорее всего будет ревизия ну начиная до двух часов ночи как минимум они считаются вот вот такие у меня дела у меня все хорошо видите хорошо вылечу а встретила целую кучу людей знакомых все с вопросами а вот еще уже здесь ну то есть такой вот наш нежданчик и тут наконец вот я все в шоке что я там делала что я там забыла потому что у меня ну не скажу что это друзья но то есть ну знакомых ну понимаете как на районе да все друг друга знают ну так вот визуально с кем-то ты общаешься хоть пару слов до перекидываешься вот поэтому все вы удивлены что я здесь делаю и знаете вот я тоже сама не понимала что здесь делаю вчера сидела на кассе и было воскресенье думаю что здесь делаю вообще нафига мне эта работа воскресенье мы с мужем ели жарили вкусное мясо пили красное вино или хамон вот в этом плане вот мне писали что если было хорошо я бы не уехала конечно же если было хорошо я бы не уехал то есть имеется ввиду хорошо если бы не были личные отношения с мужем хороший конечно бы я не уехала но по своей этой испанской жизни беззаботно я скучаю где я не работала где я ела говорю вкусную еду рыбу морепродукты пила хорошее вино пошли с белорусси нет этого хорошего вина если но если еще раз поднимают эту тему она будет стоить 40 50 белорусских рублей то есть не 20 рублей даже вот что вот она продается за 20 рублей это которые в испании 2 евро стоит чтобы вы понимали вот поэтому поэтому отказ от алкоголя беларуси да я еще тем более пью детролекс два месяца надо пропить поэтому поэтому уже не буду пить алкоголь чтобы уже так себя хотя я стою на кассе и много много люди пьют алкоголя я хочу отдельно в следующем видео эту тему обсудить очень много нас пьют алкоголя конечно же в беларуси но в испании тоже наверно пьется я же на кассе не сидела но единственное что наверно больше пьют вино все же вино пиво вот так вот крепкие напитки не пьют вот и я такая думаю блин вот сейчас бы сидела в своей испании вкусно ела бы допила а так я в беларуси на кассе да еще где в продовольственном магазине но это было мое желание желание моей души меня никто туда не отправлял я сама так захотела а зачем и для того чтобы принять себя на те все время убегала в поисках лучше какой-то жизни для себя и не видела саму себя вот и поэтому я думаю что сейчас мне надо было вернуться в эту отправную точку ну говорится опуститься на самое дно но это как бы не дно ну то есть опуститься вовнутрь себя и понять кто ты что ты про что ты что ты хочешь в жизни ну то есть по сути обрести какой-то такой вот баланс равновесие стабильность да и как говорится начать жизнь чистого листа глупо звучит но в принципе я думаю так оно и есть все мои хорошие буду заканчивать это видео хочу сейчас садиться за монтаж и дальше продолжу свои так сказать философские рассуждения по ходу моей жизни беларуси обязательно обязательно ставим лайк оставляем комментарии поддержку канала супер спасибо порадовать же надо любимого блогера чашкой кофе всех люблю всех целую всем желаю плодотворной рабочей недели я пятидневку работать не хочу не могу не буду два через два мой любимый график все всех люблю всех целую всем пока пока